Сегодня православные отмечают день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Для Ордонского храма этот праздник престольный. С самого утра там собрались сотни людей на богослужение. Это не только жители района. Многие верующие считают, что победа в Великой Отечественной войне тоже не случайно пришлась на дни памяти Георгия Победоносца. На многих иконах святого изображают на коне с копьем в руке убивающим страшного змея. Из Ордона репортаж наших коллег из агентства Айронформ. В этот храм в честь святого Георгия в Ордоне на праздничное богослужение собрались не только местные жители, но и прихожане других церквей Северной Осетии. Здесь это престольный праздник. Ника Нашева специально приехала из Владикавказа, говорит, что здесь ей очень нравится. Сюда приятно приходить. Здесь есть иконы 18 и 19 века, и они сами обновляются. Чисто черная доска, а потихоньку уже сам лик начал обновляться. У нас бывает много людей, которые приходят с какими-то духовными проблемами. И то, что мы должны людям помогать. Тело лечится в больнице, в поликлиниках. Душа лечится только в храмах Божьих. В конце 19 века Ордон был одним из духовных центров в Осетии. Здесь располагалось духовное училище, затем семинария, а на месте деревянной церквушки был построен этот храм. Храм святого великомученика и победоносца Георгия – один из самых старейших, действующих в Северной Осетии. Решение о его строительстве было принято 115 лет назад на сходе жителей Ордона, которых в то время насчитывалось 2000 человек. А храм решено было строить на 700 прихожан. Храм назвали в честь Георгия Победоносца, который издавна считается покровителем воинов, путников, мужчин. А для Осетии этот святой – небесный покровитель. Святой Георгий – это такой святой, который победил слово даракона. Мы всегда ему молимся. Многие верующие считают, что победа в Великой Отечественной войне тоже не случайно пришлась на дни Победоносца Георгия. Недаром иконописцы изображают его на коне, с копьем в руке, убивающим страшного змея.